Всем огромный-преогромный привет! Я снова с вами, не прошло и 100 лет. Да, я сейчас снимаю видео. Редко, но постараюсь находить для этого все же больше времени. Сегодня мне хочется, пока я еду в Пятигорск, мне нужно в книжный забрать все свои заказы в Читай-город. Я стала так удачненько очень, знаете, попадать именно в тот момент, когда в Читай-городе минус 20, минус 25. И у меня постоянно набиты корзины, что мне нужно купить. И вот так вот вылавливаю как раз на, хотя бы на скидках. Кстати, кто-то мне говорил, что в Лабиринте дешевле. Девочки, ну, наверное, смотря что, потому что я сравниваю и сравнивала книги. Получается, на Читай-городе все, что покупаю, допустим, я дешевле без скидок, чем на Лабиринте даже с теми же скидками. Ну, как бы, удивительно, но факт. Не знаю. И плюс я люблю так, что вот у меня есть я в одном магазине, у меня есть скидочная там карта накопительная. Я таким образом привязываюсь, думаю о том, что я хочу иметь постоянную какую-то скидку тоже. Ну, то есть вот я на это все очень-очень даже ведома. Ну и плюс действительно разница в цене есть. Есть в том плане, что в Читай-городе, естественно, дешевле. И для меня это огромный плюс, чему я рада. Так, немножечко, наверное, микрофон я дернула. Я извиняюсь, я в наушник болтаю. Тут же у меня микрофон. Микрофон, он же диктофон, он же все. У меня много чего произошло за последние полторы недели. Я их, может быть, какими-то мыслями с вами поделюсь, расскажу, что вообще плюс-минус происходило. Вы знаете, я писала пост в Инстаграм. Если вы подписаны, то наверняка читали. Если нет, то подписывайтесь. Наталья Агафарова в инфобоксе всегда есть ссылка на мой Инстаграм. И, кстати, я вот как-то тоже была у меня дилемма в том, чтобы вести отдельно или нет два Инстаграма. У меня еще есть NG, NG, как угодно, бьюти, да, по моим инициалам, опять-таки, Наталья Агафарова, где я хотела посвятить именно отдельный Инстаграм косметике. Потом что-то вы сказали, нет, делай все вместе. Потом я только в стори стал. В общем, можно очень долго рассуждать, что я сделала, а что я не сделала. Ну, как-то немножечко я все непонятно как сделала. Но я так думаю, что не знаю, когда именно, но вопрос времени, что я переименую свой канал этот, который, кстати, уже первоначально, как вы помните, он назывался Инфанта. Потом я решила его назвать Наталья Агафарова, чтобы было более, да, понятно. Потому что когда пишут девушка, 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 я писала много незнакомых людей. Раньше особенно активно, да, были и просмотры у меня довольно-таки большие. Ну, что, миллионные каких-то таких очень популярных на моем канале видео и комментариев, соответственно, очень много. И я решила, чтобы люди знали, как меня зовут и обращались сразу уже по имени. Потом я думаю, что все-таки мой канал будет называться как-нибудь там NG Beauty Lifestyle. Не знаю, что-нибудь такое, но придет момент, когда вы увидите, что я переименовалась. И мой профиль Наталья Агафарова, возможно, вообще будет, вообще он будет закрытым. И вот как раз-таки перееду я на NG Beauty. Но не знаю, это лишь мысли, я вообще не собиралась об этом как-то рассказывать. Но мысли, да, которые, я не знаю, будет, не будет, когда это будет. Но, скорее всего, рано или поздно это все же произойдет, что я сделала. У меня есть некоторые идеи, некоторые задумки. Задавали вопрос по поводу моего второго канала, что я буду делать. Потому что, как вы помните, я открыла канал «Туризм наизнанку» или «Будьте турагента». Как раз во время коронавируса я хотела запустить онлайн-школу. Сначала это у меня начиналось все с индивидуальных занятий, платных. Коронавирус этим я, в принципе, в какой-то степени выживала, что были курсы платные для тех индивидуальных, кто хочет стать менеджером по туризму. Но, так как вы знаете, что из этой профессии, сферы я ушла и не планирую возвращаться. Но я думаю, что весной, поскольку я все же придумаю определенную схему, по которой либо я напрямую буду работать с теми людьми, которыми мои постоянные. Я не трогаю абсолютно туристов, которые относились к фирме, как я их называю, мои постоянные именно фирме. Никогда в жизни у нас была с самого начала договоренность, что мы не пользуемся личными телефонами, что у нас связь с туристами непосредственно только через рабочие телефоны. И я, правда, этого не нарушала. То есть, когда были какие-то экстренные ситуации, что нужно было связаться с человеком, мне шеф сам скидывал номер телефона, и я со своего звонила. Но это, знаете, за пять лет моей работы можно по пальцам пересчитать. Поэтому я и говорю, что у меня никогда не было цели украсть, увезти туристов из фирмы каким-то вот таким образом. Нет. Я считаю себя человеком честным и очень этим, честно сказать, горжусь. Вот, правда, горжусь то, что у меня совесть всегда при мне. И нет никаких таких вещей, за что мне было бы действительно стыдно, что я что-то там сделала. Что касается туристов, о каких я вообще говорю, постоянных, то есть это те, которых, наоборот, я приводила в фирму. Это мои друзья, мои родственники по рекомендациям, что именно там через моих кого-то. Да, я думаю, что я продолжу, скорее всего, с ними каким-то образом взаимодействовать. У меня все-таки две лучшие подруги, у которых есть турфирмы. Плюс, естественно, может быть, также оговорим какую-то схему с моим бывшим шефом, с Максимом. Ну, то есть, я не знаю, жизнь покажет. Я считаю, что нельзя по возможности, не стоит упускать возможность, такую возможность, там, что-то заработать, что-то где-то как-то крутиться, вертеться. Ну, потому что нынче время такое. Особенно ярко это ощущаю сейчас, потому что действительно, когда ты не работаешь и сидишь, скажем так, на шею мамы с папой, ну, не совсем это комфортно, когда привыкла к другим положениям дел, что все с точностью до наоборот, и ты, наоборот, помогаешь своим родителям. Ну, ничего, я уже, знаете, как прошла все стадии, там, и отрицания, и депрессии, в итоге это уже принятие и понимание, что у меня есть четкая цель, у меня есть четкие какие-то мои мысли, и по этому поводу непосредственно я готова идти вперед, готова действовать и вкладываться в себя по-разному, да, то есть где-то, естественно, приходится много денежек на те же книги сейчас уходит, но я считаю, что трата денег на книги – это не трата денег, это инвестиции в себя, в свои знания, в свое… может быть, как будто это смешно сейчас прозвучит, будущее, но я считаю именно так. Я считаю, сейчас нужно подписать, что у меня происходило, 8 минут я проболтала, как обычно, вот, знаете, мне… Поэтому я люблю прямые эфиры, когда ты можешь говорить, говорить, говорить. Ну, что, кстати, я проведу прямой эфир в ближайшее время обязательно, так что если у вас есть идеи, темы, то… ну, не ближайшая прям, но на следующей неделе, я думаю, что я выберу время и проведу. Плюс я практически решилась на видео под названием «Мукбанк». Мне, кстати, часто раньше писали, а что-то не снимешь, сними. И я думаю, что я его сниму и хочу во время этого «Мукбанка», то есть это когда человек что-то ест, показывает, что он ест и о чем-то говорит. В общем, это то, что я обычно и делаю. И я хочу поговорить про одну книгу, которая в моей голове все перевернула просто невероятно. Я даже смело заявлю, она в какой-то степени повлияла на мою жизнь. Мне захотелось прочитать все книги, которые имеют хоть какое-то отношение именно к ней, этого автора. И я вот их заказываю, я их читаю, они у меня есть в электронном виде, потому что мне очень нравится мыслить по-новому. Но вот на прошлой неделе со мной случилась череда каких-то просто вот наконец-таки я перехожу к сути. Ну что, скажем так, я хотела пожаловаться, если можно так выразиться. Кстати, сейчас перейдем. Сегодня я тестировала палетку. Помните, я вам в последнем видео с покупками показывала одну наряду с дорогими палетками, люксовыми, не побоюсь уж этого слова, там, аэрглазно, даже динодно. Я показывала вам палетку с китайского сайта, которую просто ну уж очень рекомендовала одна блогерша, Мария Визаж, Мария Визаж. И я ее приобрела, что она, мол, очень-очень чем-то похожа на худобьюти. Ну и мне захотелось протестировать. Она у меня сегодня на глазах. Макияж, если честно, скажем так, не совсем мой. Он мне не очень идет, я прекрасно вижу это. Я сейчас сняла очки, чтобы говорить с вами, а так я весь день в очках. Потому что я понимаю, что это не мой макияж. Такой немножко розово-красный, чуть-чуть с такой фиолетовинкой. Но, тем не менее, палетка действительно неплохая. Я ее сейчас тестирую. Если она неплохая, я думаю, в прямом эфире что-нибудь мы с вами протестируем. Кстати, я уже третий почти месяц жду свои палетки Наташи Диноны. Две другие, которые я заказала. Мне кажется, они уже никогда до меня не дойдут, а мне уж не терпится. Потому что с Наташей Диноной по-разному. У меня впечатления... Разные впечатления у меня были. От плохих до очень хороших. В итоге до любви, я бы сказала. Но об этом тоже как-нибудь потом. Так, 11-ая минута. Что со мной произошло на прошлой неделе? Сначала я заказала, мне нужен был принтер. Я решила, что мне нужен не просто принтер, а МФУ. Многофункциональное устройство. Сканер, принтер. И чтобы копирование было. И я нашла через... То, что всю предысторию не буду рассказывать. Ну, в общем-то, его должна была даже не я купить. Он мне нужен был для моей деятельности. И за него должен был заплатить другой человек. А моя цель была найти недорогой, хороший, функциональный принтер. Буду говорить так. Ладно, я не буду. Я нашла. Я вообще, когда я покупаю что-то сама себе, вы знаете, я выбираю. Да за две минуты я что-то покупаю. Я не задаю никаких лишних вопросов. Смотрю картинку, смотрю описание. Все. Ну, в принципе, я сейчас на БУТЛ. Технику я вообще никогда в жизни не покупала. Я все люблю покупать. Она новенькая, потому что у меня всегда вопрос. Там, те же камеры, когда мне говорили, зачем ты? Там, когда я за 90 тысяч купила свою камеру, ты столько денег, ты с ума сошла? Можно было бы в два раза дешевле купить БУ. Но БУ, я не знаю, падала она, лежала. Как с ней обходились? Как пользуюсь я, я знаю. Я техникой пользуюсь так, что тьфу-тьфу-тьфу, она мне просто служит годами. Потому что я очень аккуратна, потому что я ко всему отношусь безумно-безумно бережно. И для меня важны эти вещи, чтобы то есть все было прям наилучшим таким образом у меня сохранялось. Иногда машины едут, ты задумаешь, он остановится или едет. Каждый раз на этом месте я так думаю. И тут, так как я не совсем сама, да, не себе, скажем так, брала, я отнеслась еще ответственней. Я миллион вопросов задала, все там вычитала, высмотрела, переживала. Просила и видео, и фото. В чем смысл? Штука тяжелая, эта МФУ-шка. Весила она порядка 6 или 7 килограмм. И на пункте выдачи, когда мне ее отдали, она была сверху так скотчем, как ручка сделана, знаете, перевязана. И я понимала, что если я, то есть такая коробочка, что если я ее сейчас распакую, я просто... Мне еще до машины тащить, я так раз думаю, сейчас я распакую, я просто потом не запакую. Моя была оплошность в том, что я раскрыла дом, он пришел побитый. И ладно бы то, что он пришел побитый, это, так скажем, да. Я, конечно, очень расстроилась, я все всегда близко воспринимаю к сердцу, я безумно расстроилась. Папа говорит, не переживай, он тут же поехал, купил какой-то дорогущий суперклей там для пластмассы, склеил действительно все так, что просто как новенькая, можно сказать. Но, тем не менее, это как бы уже было для меня, думаю, ладно, нет проводов, пишу продавцу. Кстати, продавец на самом деле очень хороший мужчина мне попался, мы с ним в итоге стали даже общаться. Ну, как, общаться по этому делу, ну, просто действительно вменяемый, общительный, адекватный человек. И он мне говорит, ну, что же вы не проверили, говорит, блин. Я понимаю, говорю, ну, я бы хорошо, я бы отказалась бы, ну, и что, вы бы разбирались, я разбираюсь, вы разбираетесь. Но смысл в том, что он не подумал, он говорит, я просто и не писал про провода, и даже не подумал, что они нужны. Ну, тоже, конечно, странно, и раз я покупаю устройство, значит, у меня нет проводов. Я купила эти провода, давай настраивать, он вообще не подключается к моему компьютеру. В итоге на второй день издевательств я пошла купила еще другой провод, думаю, ладно, этот верну, что-то в проводе не так. Взяла картридж заправить, мне говорят, слава богу, я его не заправила, мне говорят, да он заправлен просто так. Аксерокс я проверила, делает, я не могу подключить именно, чтобы как принтер и сканер использовать к компьютеру. Я всячески и так, и сяк, ну, в общем-то, не подключается, и у меня вообще перестало работать что-то там с USB-шками, у меня перестала работать клавиатура, мышка, у меня компьютер стал выключаться, я думаю, здрасте. Вычитала я уже, что этот Canon 3110, что у меня Windows 7, 64 бита, ну, и вообще сам по себе у меня очень мощный компьютер, потому что я его собирала сама, я покупала лучшие там видеокарты, все такое мощное, чтобы он мне служил годами, чтобы у меня я любые редакторы, ну, как бы у меня спрашивали, вы что, в игры собираетесь играть? Нет, мне нужен был мощный видеоредактор, чтобы я могла ставить, так как я вообще компьютер этот покупала первоначально, собирала, вернее, себе для YouTube, и когда я собиралась YouTube заниматься гораздо более плодотворно, ну, не так, как все пошло по факту. Им пришлось вызвать мастера, короче, я заплатила, он мне обошелся в 3,90 с пересылкой, на 500 рублей мне вышли провода, 700 рублей клеи, просто вот посчитайте, 700 рублей я отдала в итоге за мастера в компьютере, потому что там полетели шлейфы, в общем, эта фигня там что-то натворила. В итоге он мне просто вышел золотым, и я написала, я уже тоже психанула тогда, сначала, в общем, у меня руки опустились, буквально на следующий там день у меня с кассой возникли проблемы, потому что человек взял деньги за кассу, опять-таки, да, если вы помните эту историю, что я становилась в прошлом году индивидуальным предпринимателем с мыслью, что я вам, по-моему, рассказывала, я хотела либо связаться с ипотекой, я хотела, чтобы я была именно как индивидуальный предприниматель, потому что работая в прошлом, на прежнем месте работы, у меня была неофициальная в основном зарплана, то есть я официально была устроена, но на полставки, по мроту, то есть там шесть чем-то, естественно, какой-то кредит или ипотеку мне бы никто не дал, и я решила себя подготовить, чтобы у меня был год, с мамой сняли ЭП, на себя я оформила, а тогда только кассы вели, мама купила кассу 18 тысяч, до свидания, я купила кассу 15 или 16 тысяч, до свидания, и тут вот как раз наступил этот коронавирус и все дела, никак у нас с кассой тоже там не решалось, то денег не было, блин, ее купить, оформить, и в итоге 5 тысяч еще ушло на оформление, я слова не спросила у человека, за что вы берете 5 тысяч, в итоге девочки, вот уже который день, я сама бегаю с этой кассой, я просто, я написала на него жалобу в организацию, я просто, я никогда, я честно, я так никогда не делаю, то есть вот, чтобы, да, там на человека пожаловаться, но своим отношением ко мне, когда мы с ним договорились, как он, что он, я у него спросила, что будет входить в эти там 5 тысяч, он мне сказал, все, полностью все я вам настрою, все сделаю, я ему сказала, мне главное, вы знаете, у меня на работе, нам когда ставили кассу, там немножко у нас другая вообще была, а маме нужно было поставить такое, чтобы, так как она даже сенсорный телефон, для нее это нечто, чтобы она, для нее все было легко и просто, и мы взяли по этому МТС кассу, она огромная, не вот эти масеньки, она огромная, но так как она и видит немножечко плохенько уже, ну как бы ей лучше так, и говорю, мне самое главное, чтобы все досконально объяснили, потому что с кассой я работала очень мало, мне, нам тоже все объясняли, да, я вам все расскажу, в итоге отчеты не уходят, он мне говорит, ну вот там же была сим-карта, ну вот вставьте, я говорю, она не активируется, я не знаю, ну попробуйте через Wi-Fi, я говорю, как его, я не могу, как должна разобраться мама, если я человек, который в принципе в технике-то разбирается, более или менее, и я не могу настроить, то есть ни видео никаких нет, ничего, и в итоге я думаю, ну дружок, берегись, просто знаете, когда сначала он обещал сделать за три дня, это все был коронавирус, мы сказали, ладно, окей, не надо пока оформлять, мы там и место будем, точку менять, и там 3-4 месяца, ну 3 месяца точно у него деньги, я не просила его верните назад, а потом я вам пришлю, хотя там они нужны были, я ему сказала, я вам напишу, касса у него была, деньги у него, окей, окей, и в итоге я ему когда позвонила, сказала, все, мы все поменяли, я новый договор пришлю, нужно делать, сколько дней это займет, три дня, девочки, месяц, месяц, просто уже доходило до того, когда я ему звоню, говорю, уважаемый мой человек, мы с вами как договорились, он, я в командировке, говорю, вы не знали, что вы будете в командировке, вы мне слова за это не сказали, вы понимаете, что мне нужно ее оформить, ну короче, все это просто каждый день, мое гавканье, в итоге он там что-то делал неправильно, в общем, это просто, это, скорая, это просто без слов, вот реально, это без слов, я была настолько зла, да, скорая промчалась, я была настолько зла, я до сих пор с ней там разбираюсь, ну вот завтра уже проверю, я вроде сама, вы не поверите, я сама, я скоро, наверное, может мне деньги брать за то, чтобы другим настраивать теперь кассы, потому что я разобралась, ладно, вернемся к истории с этим принтером, я написала претензию в авито доставку, потому что я первоначально писала там по их всю схеме эту претензию, они мне ответили, ой, вы знаете, дорогой наш друг, типа на месте не проверили, ваша беда, все, так бы мы вернули назад товар, побитый продавцу, понимаете, то есть ничего страшного, подумаешь, продавец и денег не получил бы, да, я бы осталась бы при своих, ну чисто по-человечески, вот мы тоже с этим парнем Сергеем обсуждали, говорю, ну чисто по-человечески, хорошо, я бы отказалась, да, я осталась бы при своих, но вам пришел бы битый товар и что, ну короче, там целая, вот реально, знаете, целая-целая эпопея, я в итоге написала вообще-то претензию, посмотрим, что будет, не будет, ну я хочу его выставить, наверное, я его пыталась сдать тут у нас в центре на запчасти хотя бы, потому что, ну мне в итоге только в дар добрые люди готовы принять, но простите, еще привезти, чтобы в дар, я хочу за пару тысяч его выставить, может быть на запчасти, может быть кто-то сможет себе подключить, но ко мне на компьютер не вариант его подключить, а за этого переустанавливать Windows, чтобы проверить и все, ну как бы нет, и 32 бита, это мало, он не будет тогда тянуть все, что мне надо. И, что вы думаете, я оформила, ну так как, опять-таки, да, у меня вообще нет сейчас своих денег, и говорить там мам, помимо того, что и так, ну на сколько, на 4,5, да, где-то тысячи примерно все вместе мне это вышло, я встряла, я купила, выбрала с недорогими расходниками новый МФУшка, у нас на работе такой стоял, Canon 3010, он, конечно, абсолютно, к сожалению, не навороченный, в нем нет ни Wi-Fi, ничего, но в нем недорогие расходники, и я знаю, что эта вещь хорошая, надеюсь, мне все подключится, я оформила в кредит, и я собиралась вообще брать рассрочку, но честно, я на вот этом всем, я вот еще раз поняла, что все, я не буду больше себя так вести, я не буду все так близко принимать, потому что я делаю тогда ошибки, я сделала ошибку, я хотела оформить рассрочку, он стоил 17 тысяч, но чтобы оформили рассрочку, нужно было еще где-то на 2 тысячи взять какую-то доп. услугу, у NVIDIA было такое условие, в других магазинах он стоил дороже, и я в итоге сказала, ладно, окей, давайте вот эту расширенную гарантию оформим, если поломается, на 3 года, 3200, короче, и в итоге почему-то в рассрочке не было, то есть все предлагали не рассрочку, а именно кредит, может от того, что сумма вообще небольшая, не знаю, в чем, где-то, может, собака рыта, понятия не имею, но смысл в том, что как кредит, и я девочке говорю, то, что, ну, которая меня непосредственно оформляла кредитному менеджеру, я говорю, тогда нужно убрать эту гарантию, мне она не нужна, и посчитать вот так, говорю, тогда не на 12, а на 10 месяцев, и в итоге что-то то одно, то другое она меня считала, я ей сказала то, что на 10 месяцев без вот этого, и она у меня спрашивает, все тогда, ну, рассказывает, кто как подтвердил, на каких условиях я выбрала банк, она говорит, все тогда это подтверждаем, да, да, короче, выясняется, что она подтвердила услугу, где, вместе с этой гарантией, я ей говорю, ну, я же сказала, мне гарантия не нужна, я просто цифру смотрю, говорю, мы же эту цифру обсуждали, и она, ой, извините, а вы знаете, а я уже отправила, ну, хотите, сейчас я отменю активацию, ну, как бы уже я не смогу вас оформить, хотя я это все могла онлайн сделать, сама я просто хотела в магазине еще раз узнать товар, притом не было в наличии, я еще до сих пор не получила, нужно ждать, до, там, 29-го где-то июля, кажется, должен он прийти, ну, и опять-таки, что, как вы думаете, сыграла роль моя человечность, потому что, ну, как, я просто оформляла кредиты, я знаю тоже, как это все нехорошо, когда ты отказался уже от кредитного, если ты именно страхуешь, ну, то есть, как бы, да, и для статистики, и просто, в принципе, я говорю, ладно, оставайте, оставляйте все как есть, я очень расстроилась, то есть, может быть, знаете, у меня были мысли, может быть, она это специально, может быть, она дурочка, я вот как раз такая дурочка попалась, может быть, конечно, правда, человек ошибся, я не знаю, но и, вы знаете, меня в тот день просто накрыло, потому что, я думаю, да елки-палки, ну, вот, и знаете, какие мысли были в голове, ну, вот почему кто-то, значит, умеет экономить, кто-то все умудряется покупать действительно и со скидками, и как-то все у них там замечательно хорошо, а я такая вся бедная, несчастная, я все время за все переплачиваю, я все время к себе притягиваю все гэ, ну, вот такого рода у меня были мои мысли, разговоры, и мне было настолько плохо, вы знаете, у меня случилась истерика в прямом смысле, я не помню, чтобы я так плакала, я истерила, я как ненормальная себя вела, мне стыдно до сих пор за саму себя перед собой, что я себя так вела, просто это что, что это было, для чего это было, чего я добилась, и ничего от этого я не поимела, скажем так, хорошего, господи, вот почему люди не умеют ездить, ну, вот почему бараны такие, ну, я поражаюсь, вот он едет, он просто меня полностью подрезает, но он едет, еще и учебная, ну, почему нет, действительно, за рулем плитом один человек, то есть сам инструктор, ну, классно, вот так он учит других ездить, в общем, а потом я написала пост, о котором я говорила вначале, я просто собралась мыслями, я просто вот это все, я себе сказала, ничего страшного, да, ничего, ты восполнишь все это и родителям еще своим, да, не все бывает гладко, бывают всякие моменты, но ничего прям ужаснейшего не случилось, кроме твоего восприятия этой ситуации, кроме того, что ты захотела потрепать себе и всем барху, нервы, за то, что ты так все это принимала, но для чего, чего ты добилась, когда первоначально, мне мама сразу сказала, да зачем, ты будешь, возьми сразу, чтобы у тебя было хорошее, нормальное устройство, иди возьми, в ту же рассрочку, да, чтобы разом не отдать, потихонечку отдадим, ничего страшного, я вообще, в принципе, мое отношение, я к рассрочкам отношусь, например, очень хорошо, я всегда даже, если вот у меня есть вся сумма и нет всей суммы, я лучше возьму рассрочку и по чуть буду отдавать, ну, то есть, мне так гораздо эмоционально проще, ну, хотя, конечно, такую маленькую сумму я ничего не брала, но, тем не менее, но, опять-таки, да, мам, почему маленькая, такая уж маленькая, 21 тысяча получилась в итоге, ну, кстати, кредит тоже на относительно неплохих условиях вышел, если на 12 месяцев, у меня переплата была аж 3,5 тысяча, в итоге, вот, как я сказала, посчитать на 10 месяцев, притом, почему-то мне сам менеджер это не предложил, вот люди тоже, знаете, я считаю, что если ты где-то работаешь, ты должен быть асом своего дела, ты должен просто быть действительно не на словах, а на деле специалистом, чтобы ты мог максимально и людям служить, предложить им, как лучше сделать, помочь, да, никогда не надо, я никогда не забуду, как у меня много лет назад в Сбербанке, моей одноклассницы, притом моей, как бы, относительно подружки по школьным годам, сестра меня просто обдурила, просто, она меня тоже, там, кредитная была история, она меня так жестко сделала, я не представляю, как такое можно делать, я, я к знакомых, просто знакомых, да и вообще просто, в принципе, да, ну, ситуации разные бывают, ну, целенаправленно человека дурить, да помоги ты человеку, тебе в 10 раз все это больше вернется, так, слушайте, сейчас я профукую, куда мне ехать, мне надо дальше ехать, да, вот, так что, и вот так вот, потом заболел осечка у меня, ну, слава богу, все хорошо, я очень испугалась, что у него-то сердечко больное, он начал кашлять, реально, девочки, кашлять, и с такой какой-то пеной, я так испугалась, я вычитала, что, может быть, у него в легкие попала, там, что-то вода, потом, что, возможно, у него сердце, там, клапан плохо работает, и кучу-кучу всего позвонила ветеринару, она сказала, привозите, это, скорее всего, собачий гриб, представляете, и да, и в итоге вот лечение помогло, у него мы ему и горлышко амирамистином брызгали, и ромашку с календулой у меня ребенок пил, и таблетки, и тоже вот сейчас ему и от сердца даем, ну, короче, то есть всего-всего понемножечку, ну, и слава богу, вот за пять дней уколов шесть ему в первый день сделали, потом на следующий день шесть уколов ему сделали, слава богу, все, он не кашляет, все нормально, мое солнышко хвостиком виляет, говорит, скорее всего, могли, так как он у меня же на улице-то не гуляет, из-за лапки своей, он просто, он сразу бросится на руки, поэтому мы перестали его выводить, то есть крайне-крайне редко, только когда стрижка, он пять минут у меня пробежится, и все, на руки, и сказали, что, скорее всего, вы, говорит, в дом принесли, это только от другой собаки можно было заразиться, на обуви, и все, мы вообще коридор закрыли, чтобы туда собачки наши ни в коем случае не попали, но надеюсь, все нормально будет, главное, поправился, потом тоже нервничала, ждала, мама сдала анализы довольно-таки серьезные, потому что там было у нее нехорошее одно предположение, но слава богу, все хорошо, у нее даже щитовидка, которая у нее была, у нее все прошло, потому что просто врач сказал, какая вы молодец, она народными средствами, у меня переизбыток йода, у нее недостаток йода, и, ну вот, как бы все ок, все нормально, она, она прямо, полностью у нее ничего нет, все восстановилось, а я начала опять тоже пить свои таблетки, потому что я бросила пить гормоны, и все удивлялась, почему же у меня столько пигментных пятен на лице, действительно, почему, а то, что у тебя йод в переизбытке, это все вылазит на лице, как-то что-то я не думала, начала пить сейчас опять свой гормон, этот элтероксин, сотки, и у меня стали светлеть пигментные пятна, аллилуйя, слушайте, какая-то пробка, все, я уже почти доезжаю, сейчас еще, сейчас мы проскочим, 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 проскочили, я в Пятигорске сейчас крайне редко вообще езжу, только вот когда реально что-то нужно, и там с Олей мы увидимся раз в неделю сейчас, и в принципе я так полюбила наш Лермонтовский парк, я целыми, ну, полдня я читаю обычно, полдня я что-нибудь рабочее делаю, когда как, хотя мне больше нравится, когда мне нужно именно работать, я больше люблю это делать по ночам, я не знаю, я вот сейчас рано встаю все время по будильнику, продолжаю это практиковать, мне очень нравится, что у меня появилось столько-столько много времени, я больше успеваю, со следующей недели я, наверное, все же подключу зал, начну сейчас чуть-чуть-чуть занимаюсь дома, у меня спина так сильно опять болит, хочу подключить зал, ну, без тренера, потому что хоть он мне говорит, доходи бесплатно, ничего платить не надо, мы как бы уже, ну, я понимаю, что мне так будет неудобно, я так делать не буду, поэтому я просто сама чуть-почуть буду лучше заниматься, так, сейчас я найду себе местечко, где бы мне припарковаться, ага, до Свидули называется, местечко до Свидули, слышали такое? Так, а вот там вот есть место, вон есть место, хотя, блин, плохо, что там, нет, туда не хочу, заеду сюда, так, 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 сейчас здесь, ой, господи, какие угорочки, а то туда если заеду, все, одностороннее движение, оп, туда в тенек наверх поеду, одностороннее движение, соответственно, до свидания, мой милый друг, потом, чтобы тебе поехать, куда нужно, нужно полгорода будет объехать, кстати, мне еще нужно заправиться сегодня, еще в метро нужно съездить, мама просила там у меня, накупить ей, кучу всего, ну, короче, поеду, сделаю, не знаю, у всего, как-нибудь, вот, сейчас я, что-то я заболталась, и это у меня с парковкой, немножечко не заладилось, что называется, сейчас я встану, и уже доехала до, читай, города, фух, как жарко, так, все, мои дорогие, любимые, 35 минут, наболтала, до новых видео, пока-пока, пока-пока,